Здравствуйте! В эфире МТРК новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ксения Куценко. Смотрите в этом выпуске. 25 лет мира, согласия и созидания. В регионе продолжается республиканская акция «25 звездных дней». Главная тема сегодня – госсимволы. 8 дисциплинарных дел рассмотрели на Совете по этике в Петропавловске. Какие нарушения совершили госслужащие? Парец даже на уроках. Модные электронные сигареты приобретают все большую популярность среди школьников. Какой вред они наносят здоровью? Первое место по темпам роста инвестиций среди всех регионов. Это результаты развития Северного Казахстана за прошлый год. Чего удалось добиться в 2016-м в сфере индустриально-инновационного развития, журналистам рассказали на очередном брифинге в филиале службы центральных коммуникаций. Он прошел в рамках празднования 25-летия независимости страны. Александр Солмина продолжит. В этом году объемы производства в Северном Казахстане достигли 148,5 миллиардов тенге. В регионе сейчас разрабатываются десятки месторождений полезных ископаемых. Большой интерес у журналистов вызывает компания «Аулие Голдмайнинг», когда она заработает в полную мощность. В Каменогорске НИИ они заказали на передел полностью производство. Сейчас этот документ готовится на выходе уже. Там будет чуть-чуть технология самого добычи золота меняется. Когда мы начали добывать, обнаружило, что добыча золота, как сказать, они технологии предполагали на добычу мелкого зернистого золота. Сейчас появился средний зернистый. Я думаю, на следующий год, в первом полугодии, данное производство возобновится. Свыше 6 тысяч североказахстанцев работают в сфере обрабатывающей промышленности. Их средняя зарплата превышает 93 тысячи тенге, говорит руководитель управления. Большое внимание на таких предприятиях, а их 463, уделяют внедрению новых технологий и разработок. В ногу со временем идет и отрасль машиностроения. В этом году портфель заказов здесь составил почти 36 миллиардов тенге. Кроме того, по поручению Акима области, в регионе должны возобновить свою деятельность простаивающие производства. За полтора года мы возобновили 14 производств создания 200 новых рабочих мест. В текущем году мы возобновили такие предприятия, как Казмолтрог, все знают молоко славное, Самкиосиф, это производство из дерева, продукции из дерева. На Ниашвили, это хлебопекарня. И Нортагра, это зерновые и масличные культуры, приемка и хранение. В этом году планируют реализовать 9 проектов карты индустриализации на сумму более 8 миллиардов тенге, причем 7 из них уже завершены. К примеру, товарищество с ограниченной ответственностью «Богатырский продукт» построило современный мельничный цех. Муку и отруби экспортируют. До конца года запустят еще два проекта стоимостью больше 6 миллиардов тенге. Это позволит создать сотню новых рабочих мест. Уже в декабре заработает завод «Тэншамай» по переработке семян масличных. Продукцию будут экспортировать в Китай. За годы независимости в наш регион привлечено свыше 810 миллиардов тенге. Александра Солмина, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Независимый Казахстан. 25 лет мира, согласия и созидания. Уроки на эту тему каждый день будут проводить лучшие учителя области. Посмотреть мастер-классы можно в онлайн-режиме на сайте Управления образования. Старт областной акции дали в школе детском саду номер 26. Ольга Файзулина подробнее. Патриотическая акция в честь 25 звездных дней проходит в школе детском саду номер 26. Учащиеся рассказывают стихотворение о родине. Символ участия каждого казахстанца в укреплении независимости страны – эти маленькие звездочки. В рамках акции их получили все учащиеся начальных классов. После торжественного старта в 26-й школе организовали открытый урок истории по теме «Независимый Казахстан. 25 лет мира, согласия и созидания». Ведет его Гульмира Алина. В этом году она заняла первое место в областном конкурсе «Лучший учитель истории». Цель данного мероприятия – это показать значимость мира, согласия и созидания в достижениях независимого Казахстана. Ребята подготовили творческие задания на тему «Астана», «Государственные символы», а также «Страницы истории Казахстана». Восьмиклассники презентуют творческое задание. Дома они подготовили красочные плакаты. Вероника Пакетова вместе с группой делала работу на тему «Символы Казахстана». Ребята попытались систематизировать полученные на уроках знания и перенести их на бумагу. Мне очень понравился сегодняшний урок. На уроке я узнала много интересного, познавательного для себя. Нам было дано задание сделать коллажи. Мы придумывали свои фразы, распечатывали картинки. Всего в рамках акции в северном Казахстане пройдет 25 онлайн-уроков по истории и обществоведению. Их будут транслировать на сайтах Управления образования области. На всех этих уроках учителя стараются использовать уже новые модели преподавания. То есть мы говорим сейчас об обновлении содержания образования, в котором большей ролью отводится учащимся. То есть добывая знания и то, что они имеют. Учитель, естественно, старается вести урок, чтобы дети могли сами рассуждать, рассказывать и использовать те знания, которые имеются. Цель образовательной акции – улучшить качество знаний учащихся по истории Казахстана и повысить компетенцию педагогов. Дадут мастер-классы для них только лучшие учителя региона. Уроки пройдут не только в школах Петропавловска, но и в 12 районах области. Ольга Файзулина, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Второй из 25 звездных дней в Яслях-саду Салтанат начали с открытого урока. Посвятили его изучению символов независимости. Несмотря на то, что ребятам только по 4 года, они с легкостью отвечали на вопросы воспитателя и рассказывали стихотворения. Репортаж Алены Хан. Этим ребятам по 4 года, но они уже знают не только гимн родной страны, но и его авторов. А также с легкостью отвечают на вопросы воспитателей. Сегодня в Яслях-саду открытый урок. Его посвятили второму из 25 звездных дней праздничной акции, приуроченной к юбилею независимости Казахстана. Маленькая Хан Сулут Охторбаева выучила стихотворение о флаге. Первый президент, новая столица, главные государственные символы. Обо всем этом малыши уже знают. Пришло время ставить пожелания на карте страны. Кстати, юбилей в этом году отмечает не только суверенный Казахстан, но и Яслях-сад Салтанат. Эти мероприятия мы проводим с целью, чтобы наши дети в будущем были своими патриотами, своей родиной и росли достойными людьми. Своё 25-летие работы Яслях-сад Салтанат отметил 18 ноября. Дошкольные учреждения посещают 150 малышей. Алена Хан, Жулзбекер Муканов, Новости МТРК. Больше 40 нарушений условий и порядка отбывания наказания – это итоги акций под учетник. Специальное профилактическое мероприятие провели для лиц, состоявших на учете в отделе службы пробации уголовно-исполнительной системы. Подробности в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. В Петропавловске на учете в службе пробации состоят 420 осужденных. Те, кому за правонарушение назначено ограничение свободы, то есть без изоляции от общества. Чтобы проверить по месту жительства всех условно осужденных, рассказать об их правах и обязанностях, предупредить рецидивы, полицейские проводят в регионе операцию под учетник. Как часто посещают вас? Раза 4. В месяц? В месяц. И это правонарушение нет? Нет, ни одного. Нет правонарушения. Без замечаний. Всего на контроле в области около 1000 человек. Задача уполномоченных органов – помочь условникам встать на путь исправления. Участковые инспекторы полиции и частые гости в их домах. При проверке осужденных по месту жительства с осужденными проводятся профилактические беседы, разъясняются в очередной раз их условия и порядок отбывания наказания. В ходе операции специалисты выявили 41 нарушение условий и порядка отбывания наказания. В отношении осужденных вынесли письменные предупреждения о замене наказания без изоляции от общества на более строгое. 14 материалов направлено в суд. Кристина Горбаченко при содействии Пресс-службы областного департамента внутренних дел. Использование служебного транспорта в личных целях – неправомерное предпочтение в выборе подрядчика. Такие нарушения рассмотрели на заседании Совета по этике. Рекомендации вынесли по восьми делам. Подробности в нашем материале. Обучение бесплатное, питание качественное. В идеале в казахстанских школах все должно быть именно так. Однако нередко в сфере образования допускают нарушения. В борьбе с коррупцией здесь используют разные методы, говорит руководитель профильного отдела Гульмира Каримова. Это и профилактические беседы с сотрудниками, где разъясняют законодательство и лекции для детей, и родительские собрания. В результате, по словам Каримовой, подобных случаев в городе стало меньше. Один против трех в прошлом году. Но не все так радужно, отмечает председатель Совета по этике. Было проведено три проверки. С 1 января по 1 октября. И в КПУ средняя школа номер 6 выявлено нарушение соблюдения законодательства госзаку на общую сумму 855 тысячи лет. В средней школе номер 9 нарушение на 2,960 тысячи лет. В средней школе номер 42 здесь более 4,9 тысячи лет. Гульмира Каримова поясняет, все нарушители наказаны. Касаемо КГУ средней школы номер 9, при проведении госзакупок они прописали неправильное условие в конкурсной документации. За допущенное нарушение был объявлен выговор менеджеру по государственным закупкам. И за допущенные нарушения о госзакупках была привлечена к административной ответственности директор в виде штрафа на сумму 106 тысяч тенге. Но следом здесь поднимают еще один вопрос. Говорят о школьных поборах и давлении со стороны педагогов. Совет рекомендует коррупционную ситуацию взять на особый контроль, виновных наказать. А еще пристально следить за работой общественных фондов при школах. Теперь к рассмотрению дела в отношении заместителя Акима Улихановского района. Он досрочно снял дисциплинарное взыскание. Ходатайство подала руководитель аппарата. Она тоже отвечает за проступок. Члены совета долго спорят, какого наказания заслуживают улихановцы. На руководителя аппарата Акима Улихановского района Насовару Дерпишки и Ребену за протокон действующей государственной службы наложить взыскание. Потому рекомендовано вынести за Макима строгий выговор, а руководителю аппарата взыскание в виде неполного соответствия занимаемой должности. Это предложение поддержало большинство членов совета. Использование служебного транспорта в личных целях – неправомерное предпочтение в выборе подрядчика. На заседании сегодня рассмотрели 8 вопросов и дел. Александра Солмина, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Опасная мода. В Петропавловске все больше школьников становится вайперами. Это пагубное молодежное течение любителей электронных сигарет уже захлестнуло основную часть подрастающего поколения. Популярность гаджетов растет с каждым днем. В то время как полицейские, медики, педагоги и родители еще не решили, как будут бороться с этим явлением. О моде на пары и ее последствиях расскажет Ольга Файзулина. Вайпинг – это курение электронных сигарет. По иронии судьбы его изобрели в качестве никотинозаместительной терапии. Как эпидемия, мода на парение распространилась в Европе, а затем и в Казахстане. Причем в основном среди тех, кому сами сигареты недоступны. Сэкономив на обедах, вайпы покупают дети. Они гордо говорят «мы не курим, мы парим». Считают, от электронных сигарет нет никакого вреда. Со вкусом жвачки, клубники, лесных ягод. Чтобы привлечь детей, на какие только уловки не идут производители. О безопасности и здоровье вопрос не стоит. Парят подростки на улице, во дворе, в развлекательных центрах и даже в школе. Некоторые, не стесняясь, делают это прямо на уроках. Руководство одного из учебных заведений Петропавловска уже обратилось в антитабачный центр с просьбой провести лекцию о вреде электронных сигарет. Некоторые вайперы со стажем приходят к выводу – дым гаджетов ни к чему хорошему не приведет. Мы должны дышать воздухом, кислородом, но никак не смесью химических веществ. Поэтому парить, ребята, вредно. В состав жидкости, которой заправляют вайп, входят глицерин, пропиленгликоли, ароматизатор, никотин. Не нужно быть химиком, чтобы понимать – эти вещества для здоровья очень опасны. От принасыщения ими страдают нервная система, сосуды, почки, печень и другие органы. Отсутствие горячего табачного дыма, более слабый запах и субъективно делают электронную сигарету менее крепкой по сравнению с обычной. Поэтому человек начинает увеличивать соответственно дозу, что может привести к достаточно летальным исходам и паралич нервной системы. В этом году в России несколько подростков скончались после того, как активно поднимили вайпами. На Западе из-за взрыва гаджетов уже пострадали несколько человек. Для детей сигарета в руках родителей может стать атрибутом мужественности, элегантности, говорят психологи. Людмила Любовицкая советует формировать в семье однозначно негативное отношение как к курению, так и к его имитации. Покупать детям электронные сигареты, я считаю, что опять же это большая ошибка, потому что никотин, он есть никотин, это дурман, это своего рода наркотик. И впоследствии ребенка может заинтересовать что-то посильнее. Купить в интернете или в магазине. Доступность вайпов достигла устрашающих масштабов. В стране нет возрастных ограничений на их продажу, как скажем на сигареты и спиртное. Законодательно электронные сигареты не запрещено продавать детям. Вот они и стали распространенной игрушкой в руках школьников. За 5000 или 2 и даже за 800 тенге приобретают страшный девайс и мальчики, и девочки. На одном из рынков Петропавловска они частые гости. Бегают сюда после уроков, чтобы прицениться, а потом купить. Если электронные сигареты вызывают привыкание, а значит вредную привычку, соответственно, и с этим взлом надо бороться. Кроме того, в уставах наших учреждений образования присутствует такой момент, как запрет приносить предметы, которые не относятся к учебному процессу. Им рекомендовать, чтобы эти электронные сигареты в школах запрещали. После обращения журналистов МТРК в Управлении образования задумались о системном решении проблемы. По словам Владимира Ткаченко, руководству школ будут направлены рекомендательные письма о включении лекции о вреде электронных сигарет в программу пропаганды здорового образа жизни. Ольга Файзулин, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Сейчас реклама на МТРК. Оставайтесь с нами, мы продолжим выпуск буквально через пару минут. Субтитры создавал DimaTorzok Внимание, внимание! Шок, цена в низкоцене. Сыр колбасный знатный купец. 299 тенге за килограмм. Предложение действительно только в низкоцене. На Володбаево от Рига. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы смотрите новости и мы продолжаем. Декабрьские события 1986 года сквозь призму времени. Эту тему обсуждали участники круглого стола в Доме дружбы. В этом году исполнится ровно 30 лет со дня восстания, которое сыграло значимую роль в становлении независимого Казахстана. Алена Хан продолжит. Алматы 17 декабря 1986 года. Восстание казахской молодежи против действующей власти. Поводом стало снятие с должности первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева. Тогда в его кресло сел Геннадий Колбин. Те события стали ярким примером массового народного протеста. Эту тему сегодня обсуждают участники круглого стола. «Об этом событии мы знаем только из уроков истории, но понимаем его значимость. Те, кто тогда вышел на митинг, были нашими ровесниками. Теперь нам необходимо быть едиными и сохранить нашу независимость». Тогда правоохранительные органы задержали около 8,5 тысяч человек. 900 заплатили штрафы. Многих уволили с работы или отчислили из учебных заведений. 12 декабря 1991 года указом Нурсултана Назарбаева были реабилитированы граждане, которых привлекли к ответственности за участие в декабрьских событиях 1986-го. В акции протеста участвовали трое североказахстанцев. Баташ Кожимов в то время служил в армии. Приказу разогнать молодёжь он не подчинился. «Из советских военных я был, пожалуй, один, кто вышел протестовать. На листовке я написал, что тоже был против Колбина. За это меня хорошо побили, забрали погоны и посадили. Реабилитировали только в 1994 году». Насколько было оправданным выступление рабочей и студенческой молодёжи? Это главный вопрос, на который пытаются ответить историки, общественность и студенты. По их мнению, важнее всего то, что именно тогда к казахстанцам пришло понимание. «Мы сами ответственны за мир и стабильность в стране». «Сегодняшний круглый стол в первую очередь необходим для того, чтобы мы помнили наши уроки истории и понимали, что самые главные ценности, которые изложены в общенациональной идее Манглик-Ель, это ценности, в первую очередь, сохранения мира и согласия, межнационально-межконфессионального согласия». В этом году исполнится ровно 30 лет со дня декабрьских событий, которые сыграли значимую роль в становлении независимого Казахстана. Алена Хан, Михаил Казначеев, Новости МДРК. Жаска-Ламгер. В Петропавловске прошел ежегодный областной фестиваль юных корреспондентов. В нем участвовали около 60 ребят из городских и районных пресс-центров. В программе конкурса мастер-класса от ведущих журналистов региона, презентации работ школьников, экскурсии на муниципальный телерадиоканал, а также по достопримечательностям Петропавловска. Алина Брыжанова с подробностями. Оригинальность подачи информации и творческий подход – залог успеха юного журналиста. Среди тех, кто решил попробовать свои силы в профессии – Вероника Постоянко. Больше года она является юнкором пресс-центра «Вместе». Говорит, ей очень нравится писать о различных мероприятиях и брать интервью у интересных людей. В дальнейшем планирует связать свою жизнь с телевизионной журналистикой. Узнала, что у нас в городе есть пресс-центр. Решила туда сходить. Пришла, меня сразу приняли. Хочется быть журналистом, хочется уехать в большой город и писать, или же все-таки на телевидении. Фестиваль «Жаз Каламгер» в регионе проводится с 2004 года. В этом его приурочили к 25-летию независимости Республики Казахстан. В программе – мастер-классы от ведущих журналистов, презентации пресс-центров и школьных газет. Показать себя приехали около 60 ребят со всей области. Каждый из них – победитель районного отборочного тура. На фестиваль мы приглашаем всех юных корреспондентов. Сначала ребята участвуют предварительно в конкурсе. Судя по тому, сколько журналистов выросло из наших фестивалей детских, я думаю, он даст им многое. Они пообщаются с такими же увлеченными людьми, как они. Что-то узнают, поделятся своим опытом. Я думаю, что это бесценно. И какой же мастер-класс без похода на телевизионную кухню? На муниципальном телерадиоканале для ребят устроили экскурсию. Как пишут сюжеты, как их монтируют и проверяют. Юнкоры увидели весь процесс производства новостей. Больше всего им понравилась телевизионная студия. Побывать по ту сторону экрана у многих сегодня сбылась давняя мечта. Алина Бржанова, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. И в завершении выпуска штормовое предупреждение. По данным специалистов КАЗ «Гидромета», в среду на территории области ожидается сильный ветер. Местами его порывы будут достигать 23 метров в секунду. К концу рабочей недели в регионе, по прогнозам, будет снег и метель. Юго-западный ветер усилится до 28 метров в секунду. Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок, ограничить выезды за пределы населенных пунктов, не оставлять без присмотра детей и пожилых людей. Это были все новости на сегодня. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – фильтры для воды «Аквафор». О погоде на среду 23 ноября. Без осадков, ветер западный, скорость 5-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 7-9, днём – 4-6 градусов ниже нуля. Вы покупаете бутилированную воду? Но за что именно вы платите? Питьевую воду производят на заводах, где сначала из неё удаляют песок, ил, механические загрязнения и растворённые вещества. Затем воду полностью очищают обратно асматической мембраной, а также минерализуют. Наконец, в воду, которой предстоит длительное хранение, добавляют консервант, разливают по бутылкам и отвозят в магазин. Такая вода чистая, но очень дорогая. Можно ли получить её в 10 раз дешевле? Можно. Для этого вам просто надо разместить завод по очистке воды у вас на кухне. Теперь это возможно. Знакомьтесь, «Акваформарион» – это настоящий мини-завод чистой, мягкой, питьевой воды премиум-класса прямо у вас дома. «Акваформарион» полностью повторяет заводскую технологию очистки воды. На первом и втором этапах вода очищается от всех механических примесей. На третьем обратноосматическая мембрана полностью удаляет все опасные загрязнения. Вода становится мягкой, и теперь вы никогда не увидите накипи в чайнике. На четвертом этапе вода дважды обогащается ионами магния. «Акваформарион» делает воду на уровне лучших марок бутилированной воды и даже превосходит их. По сравнению с обычными системами «Акваформарион» занимает в три раза меньше места на кухне, очищает воду в три раза быстрее, экономит до девяти тонн воды в год. Срок службы модулей в два раза больше, а расходы на обслуживание в два раза меньше по сравнению с обычными системами. У вас всегда будет чистая, свежая и полезная питьевая вода. «Акваформарион» Питьевая вода премиум-класса у вас дома. «Акваформ»